В следующих эпизодах Коктейли, саммискаль, ну и другие производные и пиво. И это историческое место, например, вот здесь такие росписи. Потрясающие росписи, показывающие борьбу местных индийских племен с конкистадорами, о чем они становились под защиту ягуара. Еще вот это покажу. Очень атмосферное место. Конечно, сюда нужно приходить вечером. Сейчас еще 2 часа дня, середина рабочего дня. В Уахаке наша группа остановилась в таком отеле, который называется Каса Гарей. Она вот, ну тут кровати, а здесь только, я не знаю, как сказать, он, в общем, дизайнер молодец. То есть он работал, он прямо создавал такую атмосферу. Очень много картин вообще в номерах, очень много всего старинной библии. Вот название отеля и прекрасное место, честно говоря. Нам здесь очень понравилось. Приезжайте в Уахаку и останавливайтесь в Каса Гары и не пожалеете. Приезжайте в комнате Карлоса в отеле, в котором он писал роман «Искусство сновидения». Значит, для начала я хочу спросить тебя. Были ли какие-то инструкции со стороны рун или рунических раскладов, как рекомендация к тому, на что обращать внимание или фокус держать до твоей ночевки? Была ли какая-то инструкция, которой ты придерживалась или так держала в голове, что, возможно, это важно? Или ты прямо там туда пришла как чистый лист бумаги? Ты знаешь, я честно говорю, у меня вся информация, что говорилось по рунам, она у меня куда-то вот просто исчезла. То есть от этого образом никак не настраивалась? Нет. Поэтому я даже не помню сейчас эту информацию, что говорили руны, я просто не помню. Хорошо, тогда следующий вопрос. Как вы с Маргаритой поменялись? Потому что вы выиграли через запросник, который мы проводили в автобусе, на основе знаний, вообще содержания книг Карлоса Кастанеды, каждая по одной ночевке в номере Карлоса, потому что мы всего там были две ночи. То есть можно было дать такой шанс одному человеку и еще одному. Соответственно, первой ночевала Маргарита. А когда была смена караула, когда-то вселилась в эту комнату? Если помнишь. Вечером. Я помню, как мы поменялись, потому что у нас еще была с ней дискуссия, кто будет первую ночь, кто будет вторую. И так получалось, что нам обоим было удобно во вторую, и потом Маргарита по какой-то причине, но она мне уступила. Она поменялась, какие-то свои планы сдвинула. И мы, ну, короче, получилось так, что я... Она была первой, ты стала второй. Да. И когда я зашла уже туда со своими чемоданами, со всем... Она была убрана, наверное, или в течение дня она убиралась, нет, или неизвестно? Неизвестно. Не помнишь, да? Нет, это просто неизвестно, я не спрашивала, потому что там в любом случае было чисто. А ты чем-то с чемоданами, ты прям, ну... Нет, ну я образно выражаюсь, конечно, без чемоданов, но там с зубной щеткой. С твоим, чем-то с твоим, да-да-да. Меня первое, что Маргарита сказала, когда я заходила, она говорит, ну, тебя уже здесь ждут. Ей ночью... Ну, я думаю, она сама это расскажет. Она рассказывала в автобусе, что первое, что ей пришло, то, что она считала, это... Ее спросили, где Тиан? Ну да, она мне это тоже сказала, я немножко прифигела, честно говоря, но еще была такая фраза от Лоры, если ты помнишь, в церкви... И от Лоры тоже что-то такое было, да. От Лоры было, что в церкви, когда мы вышли уже из этого секретного помещения, а Лора мне говорит, перестань туда бегать, вот здесь сидись, вот здесь. Ну, и на скамейке не показала. Ну, типа, что вот с тобой кто-то... Ну, а я же такая, знаешь, тогда я не понимала всей серьезности момента. Мне... Я была под впечатлением этих всех секретных... Сразу тогда беру «Быка за рога». После того, как Лора тебе сказала эту фразу, она, наверное, имела в виду конкретную скамейку и конкретное место, в котором у нее произошла какая-то сонастройка. То есть, как синхрон, у нее получалось считывать информацию. Она предложила тебе на это место сесть? Села ли ты? Да. Ты села, да? Что ты там почувствовала? Почувствовала, как у меня вибрируют ступни. Ступни. Это... Вообще, это нижний мир, как правило. Контакт с нижним миром. И начала смотреть на эту улитку или что она такое? Фантомы часто через ступни проникают в тело. Ну, все равно я была больше под впечатлением еще, ну, вот этих наших путешествий там по этим... А детки голосов из-под подземелья? Да. Так они тебя тронули за алтарной частью? Понятно. Я думаю, там не было никого, кого бы они не могли тронуть. Ну, да, да. И как бы... Ну, в общем, это первый был такой момент, когда Лора сказала мне, что тебя здесь... Ну, тебя зовут иди сядь. Я говорю, кто зовут, зовет, чего, куда, кого позвать. Ну, и второй раз, когда уже Маргарита это сказала, я поняла, что, ну, знаешь, как... Ну, приехали, называется, что ответить не удастся. Придется работать хорошим проводником. Ну, или придется контракт подписывать, что-то придется. Так. Я, как тебе сказать, я к тому моменту уже сомневалась, что я этого хочу, потому что я зашла как раз перед поездкой в тему доосизма, в тему даосского бессмертия, и я поняла, что есть другой путь. Ну, понял, да, то есть, что и как бы... Не отшифруй. Может, я что-нибудь и понял, но ты что-то в своем имеешь в виду. Нет, ну, это полная алхимия, это путь в бессмертие, любое, физическое, нефизическое, это полная трансформация. Это, ну, начиная с проноедения, это просто самый простой способ. Вот, а есть, ну, это долго рассказывать, но, в общем, есть другой путь, на самом деле, да, он есть. Вот. Коммулирует, то есть, один путь – это контракт, а второй путь какой? А второй путь – это алхимия. Это трансформация твоего тела и твоего духа. То есть, это путь до Нахуана, когда он сгорел изнутри и ушел? Да. Или это... Я знаю, что в Тибетии это не есть в тих пор. Это очень сильно перекликается с... Есть такая даосская практика тоже, и такая в тибетских йогах есть практика внутренний огонь. Это также перекликается с историей Шивы, когда Сати себя сожгла внутренним огнем. То есть, это есть такая практика просто. И если ты знаешь, есть даже сейчас такая в Индии практика, когда вдовы себя в честь мужа там сжигают. Ну, это ужасный обряд, но идет он именно оттуда, из древности, когда... То есть, мы имеем два варианта. Ну, мне известны два. Два мага, которые противостоят друг другу, и они оба представлены в книгах Кастанеды. Один – это Дон Хуан, который избегает контрактов, сжигает... И второй – это арендатор, который, ну, предпочитает, можно сказать, временный альянс при паразитировании, как бы одно, можно сказать, захватывает, поглощает другое. А здесь он предлагает контракт, равноценный, и у второй стороны есть выбор – либо соглашаться, либо нет. Вот эти вот два разных пути, два разных мага. Но стоит отметить, что ты находил, находилась на территории второго мага. То есть, ты находил... Это комната, это территория арендатора. Я знаю, я могу готовить. И как? И как оно у вас? Любовь, Марк, сколько получилась? У меня же такой вопрос, а как? Как ваша ночь прошла. Да, как ваша ночь прошла. Такой интимный момент. Нас всех интересуют подробности. Ну, да, можешь опустить то, что не нужно, но дать под существу то, что вот... Сама как-то... Ну, как бы, смотри, если по порядку, то мне вообще не хотелось спать. Вот это, пожалуй, был такой момент, который, ну, мешающий такой, потому что мне не хотелось спать вообще. А спать-то надо, потому что я знала, что будет сон. Почему не хотелось? Потому что ты была немножко возбуждена? Как бы немножко так... Да, я была возбуждена, взволнована. И кроме того, энергетика была такая, что она просто вштыривает. Ну, то есть она, ну, она может, знаешь, как для какой-то медитации. А взволнована почему? Ты чувствовала себя неуютно? Ты беспокоилась о своих границах? Ты была готова защищаться? Или почему? Или она просто тебя будоражила? Просто будоражила. Просто будоражила. Как, знаешь, вот когда ты приходишь на интервью какое-то, вот ты его ждешь, ты вот настраивался, принес все свои бумаги, подготовился. Но ты все равно волнуешься, такое волнение, может, положительное даже. Но это не страх, то есть это не стресс, это просто волнуется. Но это получается как бы тревога, связанная с контактом, контактированием. Нет, это волнение, встреча с чем-то важным. С чем-то, ага, понял. Хорошо. И как потом? Тревоги вообще не было, но тут как бы понятно, если контракт, то ты либо подпишешь, либо не подпишешь. Что тревога? Волнованность, наверное, была. Тревога, наверное, не то слово. Ну, вот как я описала, вот это чувство, когда ты приходишь на важное интервью. На экзамен. Со своими бумагами, да, на экзамен. Еще же не факт, что подойдет, не подойдет тело, понимаешь, ты же переживаешь за то, какое у тебя тело там. Конечно. По поводу тела, да, оно, в принципе, подходящее. Ну, по-моему, это все видят, да, ну, как бы, оно очень функциональное, оно здоровое, выносливое. Выглядит, меня все спрашивают, ходишь ли ты в спортзал, а мы весь спортзал тут на диване, ну, то есть, ну, как-то так. Ну, я краем глаза следил за тем, как ты поднималась на холм. Ты очень легко поднялась, надо признаться. В сравнении со мной, например. Ну, вот этот холм, священная гора, на котором мы поднимались, все-таки была определенная нагрузка. Ну, да, ну, там еще и духи вели, там, и кицельфат, да, там, все, да. Но меня вообще Мексика второй раз приняла гораздо лучше. Второй раз меня Мексика приняла гораздо мягче. Ну, ладно, возвращаясь к арендатору, то есть я пришла, я зажгла эти свечки, и я легла, ну, как бы, я даже не раздевалась, я так вот в этой пижаме своей теплой, я просто сверху легла на одеяло, поставила так подушку и начала читать искусство сновидений, просто читать, чтобы чем-то хотя бы заняться. Не помню, с какой главы уже просто наугад. И в какой-то момент я почувствовала, как в макушку что-то начинает поддавливать. Вот знаешь, такое впечатление, что что-то, как, ну, я не могу сказать, но слово радиация идет, ну, понятно, что мы же не чувствуем, ну, как радиация, это неправильное слово. Проникает, да. Да, вот по степени проникновения, такой как неуловимое, неощутимое, что-то проникает именно в макушку. И вот так вот, знаешь, как паутинкой, паутинкой пошло, пошло, пошло по телу, тело стало ватным. Такое было впечатление, что просто, ну, проверяют, там, что-то там, да, там, внутри, там, прям, все. Вот. И потом я постепенно, а, я еще, вот, потом такая у меня мысль, типа, ну, здравствуй, типа, ну, вот, такое вот спокойное. Вот, знаешь, как вот, вот мы и встретились. Причем интересно было, что, что, ну, понятно, ну, сейчас же по последним сведениям, это женское, ну, даже не то, что только женское тело, оно и суть поменялось немножко на женское. Ну, точка сборки, соответственно, женскому восприятию, конечно, все поменялось. А я воспринимала почему-то, как мужской аспект. Почему-то, не знаю почему. Бывают такие волевые женщины, не помнишь, там, в этой, в искусстве сновидения, так сказать, когда арендатор встретился, так сказать, с Кастанедой, я постоянно перескакиваю в двух словах, его охватил просто панический ужас, и он был готов вскочить и убежать. То есть они стояли на коленях, так сказать, там, вот в этой церкви. Может быть, на том же самом месте, куда тебя приглашала Лора сесть, может быть, это даже конкретная точка, а не вообще там, это самое. И вдруг она схватила свои хищные, так сказать, лапой его руку искала. Ты что, боишься меня маленькую? Ну, это не какая-то там воздушная фея. То есть там такой аспект есть. И вот мускулины в этом во всем. Ну, может быть, потому что я такая янь-янь такой, у меня имя вообще 20%, с этим надо что-то делать, я пытаюсь с этим что-то делать. Принять. Одна из возможностей просто принять. Хорошо. И я просто говорю потом, хорошо, покажи. Ну, такая вот, как идет фраза, ну, посмотрим или покажи, или, ну, не знаю. Но это все, знаешь, настолько безмолвно было на одних ощущениях. Совершенно не было страшно, голоса никакого внутри головы я не слышала, просто такое, знаешь, как вот прикосновение, знаешь, как за руку с тобой поздоровались, образно говоря. Возможно, как собака, например, считывает мысли хозяина. Это на, я не знаю, как это называется, но там ни про голоса, ни про что, но оно считывается сразу, содержательная мыслеформа. Без звучания в голове какой-то. Ты знаешь, я бы сравнила вот это ощущение с тем, что вот тут как бы он был как бы сильнее, можно, ну, как тебе сказать, что это как бы не я там предоставляла что-то там, а вот конкретно он смотрел, понимаешь? То есть я ничего не решала на самом деле. Я уже решила, когда я в этот номер зашла. Ты стала чисто наблюдателем? Да. То есть в этот момент он стала проникать, а делал все он, хорошо? Ну, то есть было определенное позволение, я знала, что мне не навредят, ну, и как бы вот так вот. То есть очень такое вот волевое начало, очень волевое. И без, вот слово бескомпромиссное, вот хорошее слово. Вот если уже началось, то ты не имеешь права этого прервать. То есть никаких компромиссов. Подождите секундочку, давай вот на этот момент коснемся. Это что-то такое интересное. Бескомпромиссность. Почему? Потому что мало времени, а потому что нужно делать любой выбор, любой выбор. Нет времени на реверансы. Вот так как-то. На реверансы, да, да. На манипуляции, на расшоркивание. Хорошо. То есть, да, я знала, что... Очень конкретно тогда, получается, было. И тогда я потихонечку начала отъезжать в сон. Вот прямо сидя с компьютером на коленях, я закрыла глаза и начала отъезжать в сон. То есть в ответ на «покажи» ты стала отъезжать в сон. И причем это был не ос. Это был обычный сон. Обычный сон. Неосознанное сновидение. Хорошо. Нет. И, ну, рассказывает про сон, да? Конечно. Там про мост, да? Если можно. Решай, что ты. Я не знаю. Там что-то такое личное, что ты можешь решить. Вот это, я вот это расскажу, а вот это даже упоминать не буду. Имеет право, может, личный сон. Ну, он не совсем был личным, потому что там были наши из группы. Кто конкретно? Не все? Не все. Но оно как бы группа подразумевалась где-то, но именно как персонажи, как спрайты, были Сара и Миша, и, по-моему, где-то там на заднем плане гуляла Маргарита, но так, не уверен, ну, присутствие какое-то. Вот. Мне снилось. Вначале какой-то просто был обычный сюжет, только очень четкий. Я уже деталей не помню. Жалко, что не записала. И тот момент, когда он уже как полуос, ну, то есть не то, что полуос, а люцидник, вот такой яркий-яркий люцидник, как вот ты там запахи чувствуешь, но еще не осознаешься, но понимаешь, что вот это вот как бы реальное место какое-то. Это там. 3D-локация, опять. И мне, я вижу, мы идем с Сарой и с Мишей, и подходим к какой-то такой местности, там как мост, знаешь, как вот есть такие разводные мосты, и вот непонятно, то ли он разведен, то ли он, ну, такой как арка. Ну, и там толпа людей на нем стоит, не смотрит. И тут я вижу, что на небе появляется вот эта же воронка из пещеры. И она вращаться начинает. То есть она причем вращается вроде как, не просто вращается, а там в ней как бы вот эти как кольца на дереве, да, вот эти слои, и они каждый в свою сторону вращаются. То есть оно вращается вот не просто там как тарелка. И вот оно все так вот вращается. И настроение у этого сна такое, как если помнишь фильм «День независимости», как там с цветами стоят, ждут инопланетян там с плакатами, встречают там, прилетели, все. Нет, я этот фильм не смотрел. А какое настроение? Фильм, ну, такое ожидание, восторг, там прилетели, да. А они их начинают бомбить в ответ. Ну, то есть... И вот такое же, ну, я вижу, что у народа ажиотаж, да, спрайты все стоят прям вот сейчас, сейчас к нам спустится нечто, нет-то. А я вдруг начинаю понимать, что нужно валить в срочном порядке. И я кричу, говорю, давайте все валим отсюда. Но Сара такая еще, да нет, да что, подожди, сейчас же с собой. Давай посмотрим, да. Я говорю, немедленно валим отсюда, просто бегом, и просто их хватаем, и мы начинаем оттуда убегать, и начинают с этой штуки падать, такие как кислотные какие-то, как капли. Ну, как снаряды кислотные, да. Да, и оно вот шипит, взрывается, ну, есть паника, вот это все паника, паника. Вот. И мы оттуда убегаем, и прибегаем в очень интересное место. Значит, это, оно похоже, как на, ну, можно сказать, ну, среднее что-то между зоопарком и тюрьмой, или психбольницей, но оно такое благоустроенное, чистое. То есть представь себе, что вот есть тюрьма, но туда на экскурсию можно ходить, вот что-то такое. Тоже из разряда фантастических фильмов, когда там в Стартреке есть такая серия, когда там человека взяли в зоопарк, и там Джан Пикар избавлял своего члена команды, выкупал там, торговался. Давай более конкретно, вы приходите в конкретное место, пиши, как оно выглядит. Вот, я же... Давай ему характеристику, ну, вот это что, это комната, или это наблюдает какое-то прямо здание. Это так и выглядит. Знаешь, как выглядит тюрьма, которую в фильмах показывают? Это решетки, за ней сидят люди. Благоустроенная тюрьма. Здание. Ну, очень благоустроенное здание, да. Но единственный момент, там сидят дети. Разные дети, разных как бы национальностей, разные просто дети. И там все очень благоустроено. Ну, как бы, никто там никаких тортур, никто там ни над кем не издевается. Какие-то ходят люди, какие-то экскурсии, на них смотрят, что-то... В общем, такое. И я понимаю, что мы сюда пришли, чтобы спасать этих детей. Вот такое вот, что мы сейчас будем их тут спасать. Спасать от кого? И понятно от кого. Понятно. Да. И вот когда я... Вот эта мысль, что их надо спасать, и причем спасать путем тоже, как купля-продажа идет, какой-то договор надо составить. Их не просто там с оружием ворваться, спасти, потому что их спасать... И украсть, да? Они себе живут прекрасно. А именно освободить. Вот слово освободить. Не спасти, а освободить детей с помощью каких-то торгов, каких-то переговоров. Вот. И вот с этой мыслью, что мне нужно произвести переговоры, чтобы освободить детей из тюрьмы, и в этих переговорах будут участвовать Миша и Сара со мной. А вот идет подспудно такая мысль, что переговоры будут вестись... То есть начальство этой тюрьмы, оно как бы... Ну, будем говорить, ну, не нашей крови плоти, что-то... Ни гуманоидность, ни человеческий, ни людей. Я так и не поняла. Либо это какие-то, может быть, силы, либо это... Ну, не в прямом смысле инопланетяне. То есть это какие-то... Ну, магические, видимо, силы какие-то. То есть не было понимания того, что это именно какая-то цивилизация, или какие-то гуманоиды. Было понимание, что какие-то силы, которые вот содержат это место и этих детей, мы должны с ними составить договор, чтобы их забрать. Какое количество детей там было, нужно было забрать? Не обратила внимание? Вообще их было очень много, но почему-то у меня внутреннее ощущение, что нужно забрать 12. 12? 12, да. Это как бы одна камера. Это был выкуп. А на минуточку 12 вас трое и Джованни водители. Это 16. Ага. Может, ты нас выкупала? Всех оставшихся. Не знаю. Сейчас это узнаем. Рассказывай дальше. Как, что там происходило. Вот. И мы, когда выходим из этого здания, я как бы... Вот тут немножко сложно, тут немножко теряется сюжет, потому что там где-то продолжается война. Вот это вот. Именно на мосту, да? Война началась с моста. Да. Извиняюсь. У них там мост был рядом, как портальная зона. Это вот эта вот воронка, пещера, это портальная зона. Ну, видимо, через портальную зону, вот как бы, они просочились, она началась, да. И... И тоже та же мысль, что как бы идет, а что мы с ними будем делать, когда мы их выкупим? То есть у меня не было сомнений, что мы их выторгуем. И у меня мысль, типа, а что мы с ними будем делать? А зачем они нам вообще? И тут я понимаю, а кто мне вообще эту мысль вложил, что нужно каких-то детей выкупать? И тут я понимаю, что это сон. Осознаюсь на минутку. Вот. И тут я понимаю, что эти дети, это какой-то, ну, как сказать, это символ чего-то, что связано действительно с нашими задачами какими-то в этой поездке. Тут я вспоминаю, что я сплю, мне показывают сон, что я в номере Кастанеды, и тут я просыпаюсь. То есть я как бы сделка, ну, я как бы психически была к ней готова, но именно я осозналась как раз в тот момент, когда нужно было ее сделать, по идее. Слушай, сейчас к тебе такой вопрос. Вот смотри, ты довольно много, достаточно подробно помнишь по этому сну. Ну, от начала, и такой вроде бы ты человек, это такое впечатление складывается, может, оно ложное, такой достаточно аналитический, уравновешенный, его, да, ну, может, оно все, как бы, и ты разная, да, и ты так просто, ну, не знаю, такое, у меня, может, впечатление, но вот в этом сне, если ты как бы выделишь, был ли какой-то момент, может быть, это вообще не действие, а просто секунды, или доли секунд, когда что-то эмоциональное, что-то чувственное, напряжение всей истории, где самый чувственный кусочек, если он по тебе... Там, где бежит, там, где я говорила, давайте валить. Да, давайте валить, там, там включается страх. Там опасность. Опасность, опасность, да, ну, а еще что-нибудь есть, вот, если ты во сну пройдешь? Ну, вот, у меня само это место, которое, как тюрьма или зоопарк, оно у меня само вызвало эмоции, то есть, оно там очень высокое, оно готическое такое, там очень высокие эти самые стены, там много этажей этих ярусов. Вот, оно как, слушай, оно как собор, на самом деле, эти решетки похожи на органные трубы, ну, чем-то похожи. Они очень толстые, эти трубы. У меня прямо вот, ну, то есть, понятно, когда там с моста бежали, там, естественно, эмоции включаются, потому что, ну, ты просто визуально начинаешь видеть, как падают эти кислотные снаряды, и они не могут, ты не можешь спокойно с каменным лицом проходить вот. Но еще две точки, в которых у меня было бы включение, это первое, как только ты действительно упомянула о вот этом вот каком-то там здании, соборе, тюрьме, мне стало, сейчас я как-то сложно это выразить, мне как-то стало не по себе. Вот сразу. Второй момент, когда ты сказала, что там находятся дети, когда я сказала дети, это как-то даже усилилось. оно как бы первое, так как впечатление, а тут прямо как разворачиваться, что-то разворачиваться. Оно вообще вне логики, но вот как бы... Нет, Алекс, на самом деле, смотри, логика есть, я же потом думала над этим сном, тут очень глубокий символизм, то есть он, видимо, понимал, что у меня ресурсы, но я немножко взбудоражена, организм, ну как сказать, не совсем мы соединились, да, и то есть показали вот в такой вот форме, он показал. Значит, дети, это, ну дети, это что? Это генофонд, это тела, это программы, понимаешь? Это какая-то база, это база, это набор, клеточный набор, генный набор чего-то, то есть он показал свои какие-то мысли, свои какие-то представления о том, ну смотри, это связано с телами и контракт, тут, ну мне как бы контракт и контракт тут подписать, выкупить каких-то детей, тут какая-то торговля телами, вот что-то тут такое, то есть может какие-то это воплощение. Не кажется, что это наши тела вообще? Дети нет. Смотри. Два участников группы, будучи такими скованными порабощенными определенными условиями цивилизации, которые нам диктуются, где-то комфортными, но которые приводят к рабству. Дети не были в рабстве, понимаешь? Они там как на курорте, но в тюрьме. А ты думаешь, они осознавали, что они в рабстве, как бы не выглядело так, что они в рабстве, но это же была тюрьма, ты же сама сказала. Тюрьма или завтра? Нет сейчас с этой связки ассоциативно, оно как отдельно воспринимается или есть связь? Помнишь, самый последний день, ну, перед тем, как я, допустим, улетел в Тулуме, мы шли по Тулуму, ты была с нами или нет? Мы шли по Тулуму, вдруг неожиданно птица, летящая вот так, вот так вот летящая, зависает в точке, камнем падает к нашим ногам и бьется в конвульсиях. Ты была при этом присутствовала? Да, конечно, да. Я пытаюсь понять, какая связь. Это было экстраординарное событие, ничего не накручиваем, но как бы тут как бы мы все что-то почувствовали в этот момент. Ну, то есть, что там она там, непонятно, она умирает, видимо, да, или еще что-то, и то, что она упала, она прямо где-то там, не на расстоянии 10 метров, она упала под ноги нам. Перед нами. Под ноги прямо, прямо перед нами, да, там метр был. Может быть, просто у меня такая мысль, что может быть, он тебе смотри. Это я, знаешь, как фантазия. У меня такое ощущение, что вот этот сон, но я могу ошибаться, здесь что угодно может быть, да, такой сон, он тебе контракт не предложил, никакой контракт он тебе не предложил, но он тебе что-то показал. Вот он, то есть, показал, вот эти, вот это вот. И причем показал, знаешь, как здесь такие две точки заряженные, вот там к ней метиломиться, да, там бомбежки эти самые, а вот тут вот, типа, может быть, там вы сами в таком состоянии беспомощности находитесь, ну, или не беспомощности, а ограниченности, очень ограниченности. Потому что тюрьма, это пространство ограничений. Да, тюрьма, смотри, у меня ощущение было такое, потом, когда я об этом думала, что, да, это не было в прямом смысле предложение контракта, это было, знаешь, как вот тебя просканировали, и сказали, как бы отметили, что ты подходишь, но для того, чтобы контракт произошел, я должна что-то сделать. Да. То есть предложение, ты понимаешь, как? И как ты думаешь, что ты должна сделать? И вот этот пример, вот я должна, вот тут вот появляются вот эти дети, символы, я должна выкупить каких-то детей, и тогда, возможно, эта тарелка улетит, или, возможно, вот этот, вот, понимаешь, о контракте, вот тут уже речь, вот то, что я должна выкупить детей, и при этом присутствуют Миша и Сара как свидетели, понимаешь? А с Сарой, просто, чтобы ты понимал, у нас с ней установилась, очень, я даже злюсь очень на эту связь, у меня... Рипотическая прямо. Ты понимаешь, я когда делаю какие-то серьезные практики, очень часто бывает, что меня выключают, и она выходит из степени. Она присутствует во время практики. Она не знает, что я делаю практики, она мне наутром потом говорит, ах, а я опять ходила где-то там, а я думаю, да блин же ж ты ж морской. Понимаешь? Ну, бывает. Ну, значит, ваши энергетические тела как в каком-то уже прям в контакте, скорее всего. И с Мишей. Да. А с Мишей тоже у нас очень интересные такие энергетические отношения, вообще тоже. Ну, вот часто мы с ним общаемся, и сейчас мы пользу взаимную приносим. У него как-то был какой-то прорыв, и, ну, иногда бывает, я какую-то фразу скажу, у него раз все на места встало. Иногда мне он что-то скажет, у меня раз... Собирается. Щелкнулись пазлы, да. То есть вот именно вот эти два человека, да, с одной у меня энергетически так получилась связь, что тут уже не получается ее развязать, хоть я уже хочу, что мне это мои практики, я хочу делать, понимаешь? А с Мишей ментальная связь. Понимаешь? Тут энергетически... Знаешь, что вот в этом вот сне они тебя энергетически усиливали. Ну, то есть ты еще с отрядом на подбоге как бы там была. Ну, да. То есть кто такие дети в этом случае? Может быть, внимание помогали, да, держать... Слушай, а может это наши вот аспекты, все наши группы, внутренние ребенки наши, всякие наши вот эти действительно беспомощные, которые сидят? Знаешь, вот если ты меня спросишь, да, как у меня отозывается? Я бы вообще сейчас никакую интерпретацию не давал, не пытался докопаться логически. Есть методы, когда можно копать, куда-то погружаться. И вот ты нам рассказала, это уже достаточный материал, чтобы наши физические дела и энергетические что-то почувствовали в связи с этим. И вот пока вообще достаточно, потому что, естественно, смысл есть, но как бы может быть и не нужно глубже. Как бы у меня есть даже версия, о чем это. Вот даже не хочется их высказывать пока. А скажи лучше, вот после того, как вот ты проснулась, это весь сон, а что-то еще, то есть смотри, ты проснулась, и, ну ты же не проснулась, там не 9 утра было. Как прошло все? Это вообще, этот сон был вообще какие-то 15 минут. Я потом... И, соответственно, когда ты проснулась, что происходило после этого? Когда я проснулась, я немножко офигела. У меня... Я увидела, что у меня горит... Горят... Ну, как бы свет горел, на самом деле. Я даже не выключила свет. Я тогда выключила свет. То есть я постоянно чувствовала это присутствие. То есть он из тела не вышел еще. Угу. То есть это было присутствие. И я тогда... Ты знаешь, как-то так вот... Ну, как тебе сказать? В этом какая-то эротичность присутствует все-таки. Сто процентно. Это вообще, это плод вечной весны. Да. Это когда семя падает из плод любви. Это все его энергетика. В отличие от аскетизма Дона Хуана. Эротизм. Его территория. Вот это раскрытие, обмен энергетический. Все это слияние, да? Совокупление. Это все, что ему... Это его природа. То, что ему понятно. Ну, да. То есть я поняла, что это существо живет на вот этой жизни, на сексуальной энергии, на ее обмене. И не то, что поняла, я это прочувствовала. И причем это... ощущение такое, не то, что какие-то оргазмические, они более тонкие, что ли. И такой был момент, когда то ли как меня как бы попросили повспоминать, то ли я сама начала вспоминать самые какие-то яркие, нежные свои личные моменты. А знаешь, что вам выпало на раскладе? Я посмотрел его. Ну, я такой дурак оказался. Я его посмотрел всего два дня назад. То есть у вас же была руническая сессия была, которую Андрей достаточно очень хорошо провел. Но она была очень длинная. Соответственно, я ушел после первой половины, а вы очень интересные вопросы спрашивали в конце. И у вас одним из вопросов было, Маргарита спросила, мы вдвоем уже остались, вы спросили, что нужно для вот этого контакта, да, с энергетикой древних видящих, с арендатором или а-ля арендатором, вот этими энергиями. И там выпало три руны. И третья руна была Гебо. Вот такой, ну, как бы крестик, да, Гебо. И он начал правильно, ну, как правильно, ну, как с моей точки зрения, да, все это озвучили. Он говорит, это нужен союз там. Сейчас посмотрели приблизительно половину интервью с Тианой о том, как прошла ее ночь в номере Карлоса, как происходил сам контакт, что именно происходило. Если вы хотите посмотреть полную версию этого эпизода, который по длине в два раза больше, то напишите нам в одной из социальных сетей, ссылки приводятся в описании к этому видео. Небольшой анонс. С 7 по 15 октября этого 2023 года пройдет путешествие в США по местам силы, в Шастие и по вортексам Аризоны. Обе эти зоны пограничны между мирами. Не прилетая в США физически, вы можете участвовать в этом путешествии в виде онлайн-участия. Под этот тур будет создана закрытая телеграм-группа, где во время и после поездки выкладываются все материалы, то есть видеосъемка, фото и любые сопутствующие материалы. И это выглядеть будет вот так, как сейчас выглядит на экране. Материалы, которые создавались и публиковались под тур по Мексике, который прошел в январе 2023 года. То есть, во время онлайн-участия можно полноценно участвовать в работе группы, иметь доступ ко всем материалам, проходить на стримах практики, включая шаманские практики с мест от потомственных шаманов, или же в записи, если удобнее смотреть записи. Сам тур вживую стоит около 1999 долларов США. Онлайн-участие стоит до конца этой недели в 10 раз дешевле. Это всего 199 долларов или 15999 рублей. Но только сегодня при внесении депозита на онлайн-участие в размере 3000 рублей все онлайн-участие стоит всего лишь 10999 рублей. Если интересно онлайн-участие в туре по местам силы по США сегодня вот с этой дискаунтной ценой в 10999 рублей и вы готовы внести депозит в 3000 рублей, напишите нам сейчас же по одной из ссылок, которая приводится внизу, а также они продублированы, в описании к этому видео. Мы будем рады видеть вас в качестве онлайн-участника тура по местам силы в Соединенных Штатах Америки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok